МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, наверное, для начала стоит немножечко в общем, может быть, даже какую-то статистику подвести, рассказать, каким же и насколько знаковым стал 2018 для фонда «Сохрани жизнь». 2018 год, конечно же, было много хорошего, приятного. Были трудности, куда же без них, но это опыт. И я хочу сказать, что не много и не мало, но мы в 2018 году помогли более 640 семьям, детям, которым нужна была помощь. Конечно же, наше государство оказывает максимальное количество помощи и финансово затратности очень большая. Но существуют нестандартные ситуации. Как раз для вот этих нестандартных ситуаций, когда нужно что-то срочно, но не всегда есть время на субсидии, на оформление инвалидности и так далее, наш фонд «Сохрани жизнь» оказывает и протягивает руку помощи и помогает семьям, там, где дети болеют онкогематологическими заболеваниями и помогает в различных ситуациях. В 2018 году были проведены и реализованы проекты, такие как «Добрые перелеты». И мы помогли 87 семьям, то есть ребенку и одному сопровождающему, это либо мама, либо папа. И наши дети срочно, в быстром порядке, могут перелетать в центральную часть России для того, чтобы получать квалифицированную помощь, ту, которую по каким-то причинам не могут оказать здесь, у нас в Владивостоке. У нас очень замечательные специалисты, борются днем и ночью, но так как наш все-таки регион небольшой, и здесь, в Владивостоке, нет тех мощностей, которые есть в центральной части России, и поэтому, конечно, наши дети летают туда. Также проект «Доброе жилье» тоже мы помогли более 60 семьям, которые проживали в Москве, и не только даже в Москве, и в Питере, в период лечения детей. Так как у нас, кстати, в отделении онкологии очень хорошо, что родители лежат с нашими детьми. А вот уже в других клиниках, даже вроде бы и в такой клинике, как Рогачева, не всегда есть возможность находиться с детьми, и поэтому приходится где-то искать родителям, где переночевать, либо пожить в тот промежуток времени, когда дети находятся на лечении. Конечно, наш фонд помогает тем, что снимает квартиры. Конечно, сейчас прошла такая молва, что квартиры не хотят сдавать таким вот фондам. Но слава богу, у нас очень лояльные люди, которые сдают нам квартиру. Спасибо благотворителям, которые оплачивают нам эту квартиру. У нас две даже квартиры, потому что не всегда даже то количество детей и родителей, которые прибывают в Москву, могут вместиться в одной квартире. Поэтому спасибо огромное всем тем, кто нас поддерживает и помогает, потому что кажется, что вроде бы мелочь, а на самом деле мы оказываем очень серьезную помощь и очень весомую. Также в этом году у нас были, ну они не были, они уже давно, эти проекты, «Коробка храбрости», которую очень активно в этом году откликалось людей, компаний, школьников. И даже детские сады приносили нам игрушки. «Коробка храбрости» — это тот проект, который поддерживает эмоционально детей и помогает идти им на уколы болезненные и так далее. В этом году мы провели также три крупных масштабных городских мероприятия. Первое мероприятие стоялось в феврале под названием «Богодырские игры». Мы собрали благодаря этому мероприятию, оно было такое спортивно-развлекательное, 180 тысяч, это хорошая сумма. Также были мероприятия «День доброго мороженого» мы собрали, более 400 тысяч рублей. «Щедрый вторник» — около 70 тысяч. Тоже известные очень акции. Да, очень известные. Мы поддерживаем эту международную акцию регулярно. Ну и что мне больше всего понравилось в этом году и запомнилось, то, что все-таки, несмотря на кризисы, трудности финансовые, к нам все больше и больше откликаются и нас поддерживают бизнес, наш местный бизнес и компания. Мы не перестаем благодарить компанию «Трилитон», которая запустила акцию у нас «Твердый бетон, но доброе сердце». Они уже который год нас поддерживают. И благодаря этой регулярной и стабильной помощи мы можем планировать и в экстренных случаях помогать нашим детям. Также компания «Фабрика по производству носков», местная фабрика «Ивернит» поддержали нас, и мы проводили акцию «Поможем детям вместе». 5 рублей с продажи носочков детских, мужских, либо женских шли к нам в фонд. Также Влад Хлеб нас поддерживает регулярно. И многие-многие, конечно, компании, банки стали подключаться. Но вот сегодня мы пришли с Сергеем, и я хотела поблагодарить компанию ППФ, страховую компанию, что они в этом году очень плотно присоединились и начали нас поддерживать и взаимодействовать с нами. Да, я думаю, Сергей сейчас расскажет, как началось ваше сотрудничество, и в целом о компании немножечко. Я знаю, что вы в целом занимаетесь благотворительностью, в том числе, конечно, с фондом «Сохрани жизнь» сотрудничаете. Расскажите об этом, пожалуйста. Немножко о компании. Компания ПП «Страхование жизни». Я руководитель Владивостокского агентства. Вообще, в принципе, компания ПП «Страхование жизни» компания федерального масштаба. Работаем практически в каждом крупном городе нашей необъятной стороны, от Калининграда до Владивостока. И вот несколько лет назад руководству компании было принято решение организовать такое благотворительное движение «Живи и побеждай» в рамках нашей компании. И вот я и мои коллеги очень активно стали принимать участие в этом движении. И для детишек и больных онкологией по всей стране мы организовали мероприятия, о которых проговорила Светлана подобная. Мы приглашали клоунов, аниматоров. Мы устраивали различные мастер-классы для родителей. Коробку храбрости собирали, различные фрукты, сладости деткам. Где-то в городах организовывали переписку деток со школы с детками из онкоцентра для эмоциональной связки и поддержки. Очень важна вот эта поддержка. И у нас очень много сейчас школьников стали откликаться на вот эту активность написать письмо. Во-первых, это стимулирует писать, потому что наши дети уже забывают, что такое написать от руки письмо. Поэтому здесь мы тоже прививаем и развиваем нашу молодежь в том, что нужно писать и передавать эмоции, потому что через почерк можно понять, все равно почувствовать, даже запах бумаги можно почувствовать. Поэтому здесь прям нашим детям очень нравится. У нас еще были на щедром вторнике запущена такая акция «Снежинка добра». И там вот все писали пожелания и так далее, контакты оставляли. И очень многие наши дети продолжают общение. Для психологически, эмоционально важен вот этот вот момент, потому что дети наши замыкаются, уходят в себя. Их нужно выводить из этого состояния, как раз вот такими активностями помогают очень сильно. Продолжайте, Сергей. И вот мы очень тесно стали сотрудничать со Светланой, с фондом «Сохрани жизни». И в этом году мы тоже приняли активное участие в масштабных мероприятиях, которые проводил и организовывал фонд. Одно из мероприятий – это «День доброго мороженого», где действительно очень большое количество бизнеса принимало участие на нашей городской площади. В течение дня… В четырех часов прям активно. В течение четырех часов каждый пытался привлечь денежные средства благодаря мороженому. Но компании пошли дальше, потому что у нас был конкурс «Кто же больше привлечет денежных средств?» И каждая компания пыталась какую-то изюминку свою сделать и преподнести людям для того, чтобы добрые горожане оставили свои пожертвования. Кто-то пел песни, развлекая толпу. Кто-то, ну помимо того, что продавал мороженое, различные календарики и так далее. Но приятно то, что помимо того, что мы собирали, продавая мороженое, собирали деньги, были люди, которые помимо мороженого подходили и отдавали достаточно значительную сумму. Можно озвучить, нет? Да, можно, конечно. И тысячу, и пять тысяч рублей не за стаканчик мороженого, а просто от себя и благодарили нас, что мы вот такие мероприятия проводим и участвуем. Хочу добавить немножечко, да, извините, перебью. Но действительно, это очень важный момент просто, что когда благотворительность, она такая, когда люди видят, что подключается и бизнес, и вообще преподносится она с такой достаточно положительной, с положительным посылом, да, наверное, правильно будет сказать. И действительно, могу сказать, сама часто наблюдаю, в силу того, что являюсь журналистом, что люди очень охотно идут на это, помогают, дают довольно крупные суммы и с удовольствием это делают. То есть действительно это работает, и очень радостно, что 2018 для вас также стал, скажем так, богатым на такие акции. Это здорово. Да, мы стараемся всегда проводить мероприятия, несмотря на то, что вроде бы мы помогаем детям с таким сложным заболеванием, как онкология, но мы стараемся всё-таки сделать так, чтобы люди могли с какой-то лёгкостью и не с горестью в душе, а с каким-то позитивом помогать, чтобы на самом деле, когда позитив и когда лёгкость, и всё получается, и наши дети выздоравливают, когда видят о том, что улыбки, они лежат в отделении и не могут присутствовать на наших мероприятиях. Но тот, кто находится в ремиссии, они приходят, правда, очень скромно со стороны, наблюдают, что же говорят, на самом деле искренние улыбки, либо те пожертвования, которые приносятся. Ну и, конечно же, мы стараемся заснять это всё и нашим детям потом уже в отделении показать. И, во-первых, это стимулирует самих родителей, врачей. Понимаете, то есть вся помощь, она не то что фонду, это помощь не фонду, я всегда стараюсь об этом сказать, это помощь детям и тем семьям, у кого проблема. Просто наш фонд аккумулирует и на себя выявляет потребности, которые нужны, потому что врачам некогда. Родители находятся в стрессовом состоянии, не знают, куда идти. И на самом деле, когда всё было хорошо-хорошо, в один день ты узнаешь о том, что ребёнок заболел, что делать, куда идти. Редко бывает, что кто-то подумал заранее и приобрёл страхование и обезопасил свою жизнь, ситуацию и так далее. Очень часто как-то вот мы абы как думаем о том, что это со мной не случится, это меня не тронет никогда. И я прихожу в бизнес очень часто, начинаю рассказывать о нашей деятельности и так далее. И люди немножко отстраняются, отмахиваются, и говорят о том, что да, это не случится никогда, и мы не хотим. Конечно, у каждого есть своё мнение, но тем не менее хочется, чтобы люди думали о будущем, а дети — это наше будущее. Нужно, чтобы как-то... Люди должны владеть информацией просто. Владеть информацией, да. И вот как раз наш фонд даёт ту информацию, куда пойти, что сделать. Мы прям родители ведём за ручку порой, и врачи тоже знают о том, что если какая-то экстренная ситуация, и они не могут что-то сделать, они всегда могут обратиться к нам. Я сейчас предлагаю сделать небольшую паузу в нашем разговоре. Мы прервёмся на короткую рекламу, а после продолжим. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Я знаю, что мы просто обязаны сегодня чуть более подробно поговорить об акции «Щедрый вторник», о которой все уже, наверное, знают, но тем не менее появились некие новшества. Давайте расскажем о них. Сергей, вам слово. Да, в этом году мы тоже активно приняли участие в «Щедром вторнике». Я и мои коллеги участвовали в акции, приуроченной к «Щедрому вторнику». Называется она… «Помогай регулярно и выигрывай приз». Вот. Чудесное название, интересно, интригует. И я и мои коллеги очень активно приняли участие. Именно можно было помогать, скажем так, разовыми пожертвованиями. Да, мы подписались на регулярные пожертвования. Ежемесячные пожертвования, да. Расскажите чуть более подробно механизм действия. То есть правильно ли я поняла, что те, кто оказывают помощь фонду «Сохрани жизнь», они тоже получают некие бонусы в итоге. Да, для нас очень важно, как я и ранее проговаривала, чтобы помощь была регулярной. Для того, чтобы мы могли планировать нашу деятельность фонда, помощь нашим детям. И, скажем так, у нас была всегда финансовая подушка безопасности, когда происходят экстренные случаи, нужно срочно полететь в Москву, а билеты порой, особенно в летний период, стоят около 50 тысяч, а нам нужно отправить и ребенка, и маму. И когда нет на счету денег, ну это, я даже не знаю, как передать, насколько это больно, тяжело, ты не знаешь, куда деваться, куда бежать, у кого просить помощи, потому что ребенку срочно нужна помощь, а ты не знаешь, чем помочь. Поэтому для нас очень важная регулярная помощь, ежемесячные пожертвования нам позволяют вот как раз чувствовать себя более комфортно. И даже 50 рублей, кажется, вроде бы сумма небольшая, это чашечка кофе, которую мы можем себе позволить в этом месяце не выпить, но чашечка кофе спасет жизнь, возможно, ребенку. Поэтому нужно буквально совсем 3 минуты для того, чтобы единоразово подписаться, зайти на сайт фонда «Сохрани жизнь». У нас есть там хороший баннер под названием «Регулярные пожертвования». Кликнуть и заполнить фамилия, имя, электронный адрес, данные своей карты, подписаться и ежемесячно, не тратя время, не нужно идти куда-то искать банкоматы и так далее, вы можете себе позволить регулярно, каждый месяц делать добрые дела, помогать нашим приморским детям с онкологией, потому что наш фонд помогает приморским детям. И спасибо огромное, что компания ППФ, коллектив Владивостокского филиала практически все подключились. И у нас, кто подключается на регулярные пожертвования, если сделают пост в соцсетях и опишут, почему помогать регулярно это нужно, также отметит трех друзей, ставит хэштеги «Помогаю регулярно» и «Сохрани жизнь», отправит нам информацию, что ссылку о том, что он подписался и сделал в соцсетях вот такую публикацию, мы выдаем призы. Мы каждый месяц разыгрываем призы, и у нас акция будет регулярная, я думаю, что стабильная, потому что у нас очень много откликнулось партнеров, которые готовы предоставить призы тем людям, которые подписались и поучаствовали в данной акции. И по итогам ноября у нас есть победитель. И победитель, как ни странно, является и стоит здесь, сегодня присутствует, это Сергей. Я хочу торжественно вручить вот такой вот сертификат на скидку 3000 путешествия вашей мечты от компании «Территур». Я хочу обратить внимание и поблагодарить тоже компанию «Территур» за то, что мы у них приобретаем со скидкой билеты для наших детей, и компания очень быстро, качественно и с большой скидкой. Они прямо ищут днями и ночами билеты для того, чтобы найти самые, с минимальной суммой, с повышенным комфортом причем. Поэтому компания тоже огромный и низкий поклон. Поэтому, Сергей, я хочу вот с такой добротой от этой компании вручить вам сертификат на путешествие. Я думаю, что вы попутешествуете. И вам будет приятно. Поэтому поздравляю вас. Спасибо, Светлана. Я надеюсь, что у нас будет все больше и больше участников и будет поддерживать нашу акцию под названием «Помогай регулярно и выигрывай призы». Для нас это на самом деле очень важно. И мы хотели, чтобы как можно больше людей подписывалось. И буквально несколько минут, и вы уже делаете доброе дело. Да, главное, что сегодня и технические возможности на стороне благотворительности, потому что часто я общаюсь с представителями различных фондов благотворительных, и каждый раз узнаю все новые методы и возможности помощи. Мы стараемся идти тоже в новую со временем. Да, и это очень здорово, потому что, правда, кто-то иногда не может помочь, потому что просто боится этих эмоций. Стесняется, во-первых, да. Стесняется, кто-то не доверяет. И я с этим тоже согласна. И мы стараемся рассказывать и показывать о том, что мы делаем. Можно прийти всегда в отделение онкологии и спросить у врачей, что происходит, как происходит помощь, кто такой фонд «Сохрани жизнь» и что он вообще делает. Поэтому, когда мне говорят о том, что не доверяют, мне, конечно, становится грустно. Я считаю, что это просто немножко ленивые люди и не желающие, в принципе, помогать, а не о том, что они не доверяют. Потому что мы максимально открыты и у нас все отчеты на сайте. Мы входим уже в лучшие фонды и самые уверенные фонды. Самые известные, в принципе, да. Пускай не известные, но самые со статистикой. Почему? Я не согласна с вами. Мне кажется, «Сохрани жизнь» — это уже имя. Спасибо. Это уже значит, что все официально, никакого мошенничества, потому что здесь тоже есть такой минус благотворительной деятельности. Увы, появляются те, кто наживается на этом деле. Так вот, «Сохрани жизнь» — это действительно официальный фонд. Не нужно бояться помогать, тем более, когда есть такие замечательные способы. Так что я думаю, что еще больше помощников у вас появится в новом году. У нас, как я говорила, эфир предновогодний. Скоро близятся праздники. И мы по традиции, конечно, поздравляем наших телезрителей, жителей города, жителей края с наступающими праздниками. Очень бы хотелось дать слово вам. Сергей, я думаю, вы начнете. Вы знаете, я хотел бы со своей стороны тоже вручить приглашение. Время подарков у нас начало. На Новый год. Мы проводим для населения и различные семинары по финансовой грамотности, на которых они узнают, что такое финансы, как с ними дружить, как ими управлять. Проводим различные мероприятия, куда приглашаем врачей и онкологов, для того, чтобы люди услышали, что такое онкология, и не боялись, и знали, куда бежать. Поэтому мы очень плотно сотрудничаем, потому что компания на самом деле очень много рассказывает и информирует о том, как профилактику делать онкологии. Не только детская, но и взрослая. Потому что родители, прежде всего, должны быть здоровы. И родители заботятся потом о детях. И если у них не будет здоровья и сил, то кто же позаботится о детях. Поэтому мы очень плотно взаимодействуем. И у нас есть, скажем так, программы, которые позволяют оказать очень мощную финансовую поддержку для людей, которые заблаговременно позаботились об этом вопросе. И, в общем-то, далее эти деньги помогают решить эти вопросы. А приглашение я хочу вручить на игру. Игра называется Drive Your Life. Управлять своей жизнью. Которая позволяет, скажем так, прожить целую жизнь и в рамках каких-то нескольких часов потренироваться в принятии различных решений финансовых. Это действительно очень отличный инструмент, который позволяет научиться управлять финансами. И, соответственно, для победителей месяца декабря... Декабря будет вот такая вот возможность выиграть приглашение на финансовую игру. Что тоже очень полезно и интересно. Да. У нас на самом деле и помимо таких вот приглашений, сертификатов, еще есть очень много подарков. Поэтому заходите на наш сайт, узнавайте, какие подарки, участвуйте, принимайте участие в нашей акции, в доброй акции. И предлагаю все-таки перейти к поздравлениям. Да, я хотел бы поздравить наших телезрителей с наступающим Новым годом. Пожелать, чтобы будущий год прошел на новой позитивной волне, чтобы все сбылось, все те планы, цели, которые мы перед собой ставим. И ничего вам не помешало. Светлана, вам слово. Ну, я хочу, конечно же, нашим жителям прекрасного города Владивостока, всего Приморского края, также гостям, конечно, пожелать самое главное здоровья. Здоровье — это успех всего, залог всего. Поэтому, ну и, конечно, любовь. Любите, помогайте друг другу, не оставайтесь в стороне, и все у вас сбудется. Самое главное — верить. И вера делает очень многое. С наступающим вас Новым годом! Счастья! Я тоже хочу поздравить вас с наступающим годом, поблагодарить за то, что вы делаете, за вашу сложную и очень важную работу. Спасибо вам огромное! Здорово, что бизнес еще активнее в 2018 году стал поддерживать фонды, в том числе фонд «Сохрани жизнь». Это радует, и я надеюсь, что в будущем году у вас будет больше такого сотрудничества. И вообще, в целом, конечно, очень хочется вам пожелать здоровья, удачи и счастья. Пусть 2019 станет еще лучше, чем 2018 год. Спасибо огромное, что пришли к нам сегодня. Спасибо вам! Спасибо! Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом!